56 тысяч тюменцев участвуют в общероссийских комплексных учениях МЧС. В Тюмени, как и в других региональных управлениях, получают водный из Национального центра в Москве. Задачи приближены к реальным условиям или совпадают с ними. Так и произошло в Тюмени. Одна из задач – противопаводковые мероприятия. В регионе потоплено четыре низководных моста. Главное – это подготовить психологических людей и тех, от кого зависит решение задачи, и тех, кто может оказаться в этой ситуации. Мы должны быть постоянно в боевой готовности. Случиться может любое. Жизнь есть жизнь. И она требует того, чтобы мы психологически были готовы без паники, без лишних нервотрепок решить те задачи, которые ставит жизнь. Борьба с паводком еще предстоит тюменским спасателям. А вот с другой задачей – ликвидации последствий ДТП в Тюмени справились легко и в срок. ДТП на мосту с участием автобуса и бензовоза. Разлив топлива – есть пострадавшие. На месте происшествия разворачивается мобильный пункт управления. К ним в макаркасный модуль собирается за считанные минуты. Сегодня в нем работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Здесь члены комиссии поддерживают связь с главным управлением. В реальной чрезвычайной ситуации такой мобильный пункт может служить столовой или медицинским кабинетом. Для ликвидации последствий ДТП во всеоружии ГИБДД пожарный и даже Росприроднадзор во избежание экологической катастрофы. Сотрудники производят забор и исследование воды. Водолазы тем временем спасают пострадавших из воды. Сегодня жертв нет. И в региональном управлении МЧС надеются, что общероссийские учения будут полезны и в текущей работе ведомства. Вертикаль – это сельское поселение, муниципальное образование, субъект, региональный центр и наше министерство. То есть вот это звено полностью отслеживается. И проверяется работа, начиная от низшего звена и, соответственно, до нашего министерства. Учения такие довольно часто проводятся. Оно не проводится в масштабе субъекта, в масштабе регионального центра. А то, что сегодня проводится в масштабе всей страны, просто как бы ведется отработка этой вертикали. По всей России учения продолжатся до 26 апреля. В них примут участие 14 миллионов человек. Анастасия Яковлева, Юрий Гудок, информационное агентство «Тюменская линия».